Сергей Петрович Любавин Сергей Петрович Любавин Сергей Петрович Любавин Моментом, таким ориентиром, что ли, по большому счету. Я раньше работал в библиотеке, и там было очень много редких произведений. И когда я слушал вашу композицию «Волчонок», то невольно вспомнил сказку норвежского писателя Сириуса Гобелена «Ягненок». Вы не читали ее? Вопрос не в этом. Меня удивляет, что вы, живя в Великих Локах, вспомнили норвежского писателя, а Пушкина не вспомнили. Ведь это же классический сюжет «Кавказского пленника». «Волчонок», сюжет песни «Волчонок» – это классический сюжет пушкинского «Кавказского пленника». У вас очень много альбомов. Все помнят «Разбойные песни», «Помолдаванки», «Ништяк девочка». Вы являетесь, пожалуй, единственным представителем романтизма в шансоне. Вы согласны с этим? Отчасти да, может быть, кто-то еще есть. Я не задумывался просто над этим. Скорее, дело ваше журналистское. Вот это все классифицировать и подразделять, кто куда относится. Альбом «Ништяк девочка» – это как раз наши лихие 90-е. К вопросу о шансоне в принципе. Во Франции существуют такие замечательные артисты, как Джо Дарсен, Патрисия Касс, и они относятся к жанру шансон. А в России этот жанр представлен у нас группой «Бутырка», «Мафиком», «Игорь Сивый», «Лисеповал». Как вы думаете, в чем все-таки отличие французской шансон-культуры от нашей? Я с вами не согласен. Почему? Потому что список наших коллег западных, которые во Франции, в Аргентине, в Бельгии, неважно, его можно продолжать бесконечно. Если вы, допустим, хотя бы час или полчаса в день слушаете радио шансон, смотрите ТВ-шансон, он именно находится на таком уровне, на уровне вот этих исполнителей. И вот эта вот самая тюремная лирика, под которую сейчас гребенку вы ставите весь шансон, она занимает очень небольшую часть вот этого огромного пласта, пласта песни авторской на Шансон ТВ. Практически нет блатных песен. В эфире совсем нет. Врать не буду, где-то ночью, темной ночью, там для людей, которые там ночной образ жизни, где-то ставят какие-то вот старые вещи, нарезки из 90-х, там что-то такое. Но основной формат – это шикарная лирика. Чтобы как-то подытожить наш разговор, я бы хотел начать с того, что вы часто поете о женщинах, вы посвящаете им оды. Это так. Это так, да. Я в городе, признаться, довольно-таки известный поэт, и я написал для вас стихотворение. В честь вас. Вы не против? Нет. Нет? Послушайте, пожалуйста. Опали листья, опустили кроны, замерзший голубь прикорнул, и дождевые капельки-кулоны летят так быстро, словно скачет ясаул. Но пасмурная спячка вдруг утихла, затопила город лучезарная река, и на пьедестал зашел царевич Сергей Любавин, истый министрель на все века. Спасибо большое за искренность, по крайней мере. Но, в принципе, министрель – это верно, потому что последние несколько лет мы проводим в каком-то кочевом образе жизни. Каждый день переезды. Частые гастроли, да? Через день, а то и каждый день. Спасибо, Сергей Петрович, что приехали к нам с концерта. У нас в гостях был замечательный, прекрасный, романтичный Сергей Любавин. Спасибо. А можно еще фотографию для газеты сделать? Давайте. Звезда сорвалась за годой скорей Одно желание судьбы своей Всегда быть вместе хоть сто тысяч лет Твоей улыбки видеть свет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова